Может быть, может быть, я не современная Может быть, может быть, я и суеверная Только мне всё кажется, ну почему-то кажется Между мною и тобой ниточка завяжется Только мне всё кажется, ну почему-то кажется Между мною и тобой ниточка завяжется Ниточка завяжется Ниточка завяжется Лучшее в стране На телерадиоканале «Страна ФМ» Добрый день, дорогие друзья! Что-то смущало или наоборот? Как себя вот сейчас оценили? Вообще, когда смотришь себя со стороны Неловко, да? Всегда непривычно и не смотри на что Смотришь, как я не я Миш, ну Тореадор из тебя прекрасен, понимаешь? Вот прям вот когда ты в костюме для кориды Это очень убедительно, прекрасно Ну вообще клип замечательный Как такие песни оказываются в ваших талантливых руках? Расскажите Потому что эти песни знают не одно поколение людей нашей страны Как идёт отбор? Рассказывайте Ну мы, в принципе, давно поём песни советских лет Мировые, советские, оригинальные Всё в ваших руках, да? Вот, поэтому всегда обращаемся к нашему богатому наследию песенному И вот Ниточка, это у нас был такой мини-альбом ретро-песен 60-х И мы старались выбрать самые такие вкусные, которые немножко забытые Но когда услышишь, сразу вспомнишь, будет такое хорошее настроение Ребят, какие любимые композиторы, может быть, исполнители того времени, да? 50-х, 60-х для вас, для современных артистов, ну, самые родные, можете назвать? Ну, самый родной у нас есть Давыдович Кобзон, конечно Иосиф Давыдович, да И самый любимый, вот Ну, много кто, Гелена Великанова Композиторов А, нет, ну сказали артистов тоже Хорошо, артистов и композитов, давайте так Композиторов мы перепели многих Мы обожаем Александру Николаевну Пахмутову Айскара Борисовича Фельдсмана пели Да все любимые Калмановского пели Сережа сейчас добавит Сережа Фельдсманов Присоединяется Все присоединяется, да, присоединяется Александр Зацепин Да, Александр Зацепин, конечно Сложно ли было работать с Иосифом Кобзоном, расскажите Во-первых, не было А мы работаем до сих пор Да, да, да Ну, вы начинали просто когда-то Ну, я с виду, как начиналось То есть, это ведь был какой-то такой мандраж, наверное Волнение, как минимум Не то, что волнение, это был ужас сначала Стопа, пойте, не могу Подойти к мэтру и сказать Здравствуйте, мы тут рядом с вами на сцене Постоянно, это было уму непостижимо Мы первые разы подходили Говорили Здравствуйте, здравствуйте Он даже нас не слышал Потом мы поняли, что надо говорить Здравствуйте И все будет в порядке Но он очень благосклонно Очень дружески отнесся Сразу стал нас называть коллегами Молодец Сразу просто большое спасибо А парням каково, что скажете? Миша? Ну, мы все, хочу сказать, очень Волновались Миша, поближе к микрофону только Мы просто уже, конечно, привыкли за годы И большой чести и радости, счастья Работать с таким великим человеком Сейчас у нас уже все нормально Сейчас уже друзья Ну, он нас называет Мои любимые друзья Порой, чему мы безмерно гордимся И Давыдович, он всегда знает, что сказать Чтоб всех расслабить Какому-нибудь анекдот постоянно расскажешь Всегда новые анекдоты Как он их запоминает, мы не знаем А профессиональные советы дает какие-то? Ну, поправляет? То есть по ходу, может быть, репетиции Или нет? Конечно И вот мне сейчас, например, вспоминается Не первая песня, с которой началось наше сотрудничество А первый такой номер Пупури из песен Леонида Пусича Утесова И вот я даже припоминаю, как мы Первый раз этот номер мы показывали У него в офисе Это было как-то вот Чтобы вы понимали, это не просто Пупури Это был сценический номер с реквизитом С огромным чемоданом Из которого постоянно мы доставали разные предметы Раму окна, утюг, лимоны, пластинки И мы приехали реально в офис То есть такой экзамен в театральном институте В офисе у Иосифа Кобзона Иосиф Кобзон вот так сидел или как? Или хлопал, ура! Смотрел угол Это знаете, как поступление в театральный вуз, видимо Ну вот что-то типа того, да Ребята пришли, удивляйтесь Только вокруг сидят не члены приемной комиссии, которые тоже творческие люди А в общем-то чиновники Различные бизнесмены У Иосиф Давыдовича всегда много людей Все его там что-то дергают, что-то все хотят У Иосифа Давыдовича невероятное чувство юмора Что важно И несмотря вообще на любую ситуацию, он всегда этот юмор применяет Сострит, да? Очень и деликатно, и остр... Да, остренько так Острометно, вот искрометно Ребят, давайте пожелаем Иосифу Давыдовичу крепчайшего здоровья Да Вот, и у нас сейчас вокальный номер Что это будет за песня, расскажите Кто презентует, представит? Ну мы вот сейчас разговаривали о том, что мы исполняем много ретро Но последний год мы решили наконец вплотную заняться оригинальным репертуаром И на одну из наших песен будет сегодня премьера клипа Да А вторая сейчас прозвучит Ее нам написал замечательный автор Кирилл Павлов Он много писал для Лободы, для Алексеева Его Михаил нашел на просторах сети Вот, и как-то получился, что написал песню, она нам очень понравилась И вот сейчас вы ее увидите А ты ее люби Ох Смотрим, слушаем Живую, вспомнил Вопросы Республики задаем ВКонтакте Страны ФМ, друзья Да Их будет много А наши вну с тобой, как сон, растаяли Мы за черту с тобой давно зашли Друг друга ждать на берегу оставили А после так и не нашлись Люби ее, она тебе понравится Она не сможет так, как я И на двоих с тобой у нас останется Безумная любовь моя Не обмануться, стоим на краю А я тебя за все благодарю Твое сердце продано за гроши Ты вырванные годы моей души Что было между нами береги Она ветра моя А ты ее люби А ты ее люби Мы с тобой все совсем пропащие И ночь так стала холодна Все поцелуи до конца растрачены И разрывает небо тишина Но все пройдет И эта боль закончится И где-то на краю земли И если снова вдруг любить захочется Ты обернись и позови Не обмануться, стоим на краю А я тебя совсем не узнаю Твое сердце продано за гроши Ты вырванные годы моей души Что было между нами береги Она беда моя А ты ее люби А ты ее люби А ты ее люби А ты ее люби Твое сердце продано за гроши Ты вырванные годы моей души Что было между нами береги Она беда моя Твое сердце продано за гроши Ты вырванные годы моей души Что было между нами береги Она беда моя А ты ее люби А ты ее люби А ты ее люби Вам с нами быть необходимо Дорогие друзья, это телерадиоканал Страна ФМ Программа «Лучшая в стране» Сегодня замечательная команда «Республика» У нас мы слушаем живые песни Посмотрим очень скоро новый клип Так что вы не переключайтесь Смотрите, слушайте И вопросы ребятам Задавайте вконтакте Телерадиоканала Страна ФМ Сейчас лето Был и активный у нас такой период Когда шел чемпионат мира у нас в стране Ну вообще яркий такой этап Что у вас? Расскажите, поделитесь Как проходит ваш июнь-юль-август? Не прошли ли мимо? Работа и отдых Какие новости? Ну мы в основном работаем этим летом Командой Командой Было много поездок по нашей стране Мы были в Южно-Сахалинске Класс Были в Магнитогорске Еще много где Так что мы работаем Но и конечно чемпионат мира Это фантастика была Мы истоптали все пятки Гуляя по Москве Слушайте, а кто за кого болеет? Ну вот кроме сборной России Есть же наверное какие-то у вас приоритеты? Вообще вы активные болельщики? Или так? Ну у меня была сначала просто трагедия Потому что немцы Это просто было что-то с чем-то У меня есть немецкие корни У меня папа этнический немец И мы всегда с ним болеем Сначала за немцев Ну как бы и планировалось до конца В общем тоже Ну сколько смогли, столько поболели Так, Сережа Я хочу сказать по поводу отдыха Я единственный в этом году счастливчик Я отдохнул Как они смотрят на тебя сейчас Как они смотрят на тебя сейчас Какие летают сейчас стрелы Может это выслуга лет, я не знаю Но мне удалось отдохнуть Слушай, у тебя год юбилейный Вот поэтому наверное Ну да, да И куда ты отправился? Не будем говорить Какой у меня юбилей Так, ну что, рассказывай Я был в своей любимой Барселоне В своей любимой Испании Это прекрасное море Прекрасный город Прекрасные люди И как долго? Был отпуск? Десять дней Ходил ли на какие-то концерты Оперные? Нет Ну сейчас оперный сезон Соответственно летом закрывается Театр Лисео закрыт В Барселоне И поэтому я вот Все мечтаю сходить в дом каталонской музыки Это потрясающее здание И снаружи, и снутри Но вот что-то не получается А кто для тебя Вот для классического баритона Образец музыки Образец классического музыканта Певца Ну если брать Каталонию То конечно это Монсеррат Кабалье И это великая певица Потрясающий человек И она кстати приезжает вот в Москву И возможно что действительно надо там подумать И может быть все вместе сходить на ее концерт Вот А может быть и совместно А так конечно мой кумир конечно Дмитрий Хворостовский И я Великий человек Я преклоняюсь перед ним Перед его талантом, голосом Он замечательный актер к тому же Кроме того что он замечательный баритон Поэтому я вот Как он журавлей пел Для меня это эталон Так ребята Галя, Миша Что у вас? Хвалитесь Как лето? Мы не отдыхали, мы работали Прекрасно Опять на Сергея посмотрели И Сергея конечно Ну всякие Когда он уехал Мы естественно занимались Своими там делами Дача Все дела Вот Ну а так Лето вообще проходит у нас продуктивно Мы записываем треки У нас новые какие-то сотрудничества В частности вот со студией Союз Мы сотрудничали Это было как-то интересно Ну по-другому Когда новая песенка будет Когда чего расскажи Пока секрет Не хочется раскрывать карты Ну осенью-то будет Ну да Будем надеяться Отлично Вообще хочу сказать Пока некоторые вот тут отдыхают Некоторые работают И занимаются производством музыки Вот Микрофон Миша Это же было Даже не началось Это было месяц назад Это было в июле Да И когда вот мы планировали снимать прогноз погоды Говорил Гроза Облачно Гроза Облачно Ни одного дня Ну вот вперед смотрим 10 дней подряд Ни одного дня И в итоге мы просто прибегали к каким-то технологиям заклинания Разгоняли тучу Светом называется Работа Произведение Рассказывайте Значит как появилась песня Ну и потом как клип Который мы увидим скоро Да И услышим Кто начнет? Думаю Думают ребята Мне кажется Ну я так вот начну Давай Миша Да пожалуйста Началось все с того Что наш репертуар очень многогранен Это правда И мы поем действительно на разных языках И в один прекрасный момент поняли Не пополнить ли нашу коллекцию нашими песнями Вот прям вот нашими песнями Вот И в общем Мы были большое время в поисках Себя, своего лица И это лето Мы вот прям очень плотно ударились В написании своих треков Своего вот Оригинального материала Да С оригинального материала И вот в процессе Значит поисков Мы записали этим летом Несколько прекрасных песен Вот Андрей нам написал песню розового цвета Андрей Пряжников Продюсер, да Композитор прекрасный Вот Песню записали достаточно легко и быстро Потом искали продакшн Как так, так лучше Получилось по-моему Очень Процесс шел легко Или так Через тернии к звездам Спорили, ругались Ну Мы всегда спорим Вот Интересно же У нас кухня У нас все огонь Мы хоть и такие На виде Вот такие вот приличные Но на самом деле У нас так прям В студии бывает очень жарко Мы спорим Доказываем Что-то там Обижаемся порой Но в итоге Все равно Результаты довольно все Ну да Ну естественно у нас есть Андрей Который Так Будет вот так За которым последнее слово Ну надо отдать ему должное Что вот наш продюсер Всегда с нами советуется Вот он мог бы совершенно смело Принимать жесткие решения Так как считает нужным Сначала посоветуется Потом принимает Безусловно Но он с нами советуется Мы записывали розовым цветом В четырех вариантах Потому что мы очень долго ругались Андрей сказал Вы мне надоели Пробуем все Нет Я говорит записал свой вариант Теперь садись Миша Ты продюсер записывай Мы записывались Когда Миша был нашим продюсером Потом Полина садись Ты продюсер записывай Галина садистый продюсер Сергей отказался Сказал я не буду участвовать В этом беспределе В общем это мы потрачили Сейчас пою Пару вечеров Ребят это было с самой песней А теперь что же было с клипом Рассказывайте Тут были споры Как съемки проходили Просто понятно что по клипу Что у ребят нет водительских прав Да Что еще Нет У меня права 15 лет Это просто потому что девочки Придумали историю этого клипа Вот рассказывайте Поэтому Галя взяла все В свои руки В свои руки Идея применить кабриолет В летней песне Она просто летала в воздухе И мы долго не думали Мы долго думали над самим сюжетом И спорили и ругались И все было Вот Но точно знали что это будет кабриолет И наверное скорее всего раритетный кабриолет Получился обычный Современный Но мы точно знали Что мы хотим снимать Именно в Подмосковье Потому что Ну что-то такое близкое нам Это понятно Потому что мы здесь живем Скажи пожалуйста Полин Ты настояла Чтобы машина была Именно немецкой Вот Рома молодец Ты знал Если уж немцы вылетели То хоть здесь Чтобы было Где-то мелькнуло Настояла ты Галя бедная Она Хотя гордилась Что она сидит за рулем Ей пришлось нелегко Потому что Красивая дорога Была не длинной И нам приходилось ехать В один конец В другой конец В один конец В другой конец Причем Гале надо было Постоянно разворачиваться На очень узкой дороге Вести незнакомую машину И еще делать лицо Еще петь Петь при этом А я постоянно высовывалась У меня развивались волосы Вот ты негодяйка Я думала, что Ага, у нее разбиваются волосы Она будет в клипе красивая А я тут буду рулить Но мы, конечно, кроме этого Позавидовали красивым очкам У Сергея, друзья Да, давайте Посмотрим, как это было И кто нас слушает Услышит песню Да, безусловно Что тоже важно Итак, друзья Мы готовы представить вам Новую работу Розовым цветом Республика в эфире Телерадио канала Страна.Ф Поехали Смотрим, слушаем Наслаждаемся Не отпускай Не покидай Меня Не исчезай Вечности Облаков Взрываясь тысячу искр Мне прямо в сердце летят Твои салюты И я почти уже таял А может, просто схожу С ума Розовым цветом Дымка заката Пьяное лето Невиновата Розовым цветом Дымка заката Пьяное лето Невиновата Невиновата Мимо плывут Строчки, но я Оффлайн Не буду спать Не выйду в скальп Прости Так сладко падает любовь Дрожать, теряя контроль В тебе сгорание И я почти умираю А может, просто схожу С ума Розовым цветом Дымка заката Пьяное лето Невиновата Розовым цветом Дымка заката Пьяное лето Невиновата Розовым цветом Розовым цветом Дымка заката Пьяное лето Розовым цветом Розовым цветом Дымка заката Пьяное лето Невиновата Розовым цветом Дымка заката Невиновата Невиновата В мире сбалансирован Мне так нравится всегда Когда артисты Сами на себя смотрят Оценят очередной раз То, что получилось Патрунивают Что-то вспоминают Видишь, даже роман заценил И платья, и очки Я не мог промолчать И пародия, и пресс Это я раскрываю карты Чтобы наши слушатели и зрители Понимали, о чем мы говорили Пока клип шел Ну, довольны в целом, да? Как сейчас оценили Ничего не хочется исправить Посмотреть Как бывает? Будет ли вторая серия? Ну, могу сказать за себя Я очень довольна Очень понравилось Как оператор Данила Горенков Снимал меня, Галю Он как-то красиво снимал Меня, Галю Ну, ребят, что с них взять? Их тоже, да В смысле, очень важно Чтобы оператор Красиво показал артиста Так не всегда получается Но в этом случае Мне кажется, все в порядке Ну, в плане красоты, конечно Тут можно понять Слава Полины Потому что она ведет Инстаграм коллектива Это смешно Я его не веду И о красоте Пойдешь же Ну, в смысле, что я его веду Не так, как нужно Нерегулярно, как надо Вот А как, кстати, вы относитесь К этим тенденциям Что сейчас артисты Раскручиваются через Ютуб Это важно Что часть работы Это реально такой пиар Через общение с аудиторией Что вы скажете? Какое ваше отношение К этому? Мне кажется, отношения Может быть разные у всех Но Это правда Это надо делать Есть Вот И артист Да, мне кажется В любом В любой сфере деятельности Сегодня человек Просто обязан Ну, как бы соблюдать Эти правила Потому что Как бы мы этого не хотели Но Это правила игры По которым Играет сегодняшний весь мир И если ты хочешь быть на волне Хочешь, чтобы тебя Было видно Видели, знали То ты обязан просто Сделать так, чтобы тебя было видно Мне кажется, еще это для Молодых исполнителей Еще большая возможность Которой раньше, мне кажется, не было Появился проект Голос, на который люди могли прийти Да, а потом Как-то что-то поменялось И вот соцсети Изменили вообще все Такой первый шаг Для артистов Да Ребят, хотелось бы вот что спросить У вас очень большой Очень обширный репертуар То есть оригинальные песни Песни ретро-стилистики Мировые хиты Вот в ближайшем будущем Куда вы свои усилия устремите? Что это будут? Оригинальные Продолжите Вот как розовым цветом Да, и какая программа Может быть Что-то, может быть Возьмете еще из ретро-хитов Или, может быть, какие-то мировые Что нам ждать дальше? В ближайшем будущем Вы знаете Это очень большая интересная тема Ребят Позвольте, я по-быстрому Товарищ Ну вот поскольку у нас большой репертуар Да И На любом мероприятии Концертом Ну Ни для кого не секрет Что артисты В основном-то зарабатывают Как бы с корпоративной Деятельности Вот Поэтому Какой бы свой репертуар не был Почему-то Вот так сложилось у нас Из-за менталитета Из-за особенностей наших Каких-то Наших людей Замечательных Что Все равно Все Сводится К народным хитам Как бы там ни было Вот И поэтому мы Кавера будем петь всегда И они будут всегда В нашем Плейлисте Просто Мы надеемся Что Мы все сейчас силы Направим Именно на написание Своей авторской музыки Потому что Это очень важно Это свое лицо И это Спасибо Спасибо Что касается клипов Значит Розовым цветом уже вышел Уже можно Просматривать в ютюбе Ставить лайки Что в ближайшее время У вас по клипам Входят какие-то Задумки У нас есть Две-три песни Вот Две-три песни Ну когда это будет реализовано Мы выбираем сейчас Ну в общем-то Мы уже остановились На одной песне Сегодня вы ее не услышите Потому что мы бережем Бережем к В середине сентября Может быть в конце сентября Есть план То есть Презентация Осенью Увидим новый клип Хорошо Тогда мы ждем еще Сюрпризы от вас Потому что Вы готовы исполнить нам Композицию Какую-то Подарок музыкальный Что это будет Пожалуйста Расскажите нам Что мы сейчас услышим Это тоже будет кавер Это наше прочтение Такой забытой песни Она называется Кисочка Ух ты Такое Интригующее название Вы не представляете Мы одно время Очень любили все вместе Ездить в Крым Давно еще В студенческий лагерь Какого-то Московского Энергетического института Там было какое-то Место силы Одно время И Постоянно на дискотеках Звучала песня Неизвестного нам Исполнителя Но под которой Просто сходил с ума Весь лагерь Просто все Кричали Кисочка Кисочка И мы потом вспомнили Мы подумали Мы должны ее спеть И вот сейчас Вы слышите Сделайте Сделайте это с нами Слушаем Смотрим Кисочка Кисочка Обиженная идет Одна по улице Кисочка Не забудется До ночи Попробуй улыбнись Кисочка Этот мир не одинок С прекрасных глаз Твоих Кисочка Я, конечно, не Ван Гог Но опишу твой портрет С головы до ног Она думает Мечтает О любви Размышляет Но всегда Почему-то Все Куда-то Улетает Словно Это Самолет Словно Ветер Злой Несет Словно Это Чикаприз Все Есть Сказка Под Названием Лавы Кисочка Кисочка Ну, куда же ты идешь Не замедляя шаг Кисочка Ах, как хочется помочь Увы, но я не мог Кисочка Развитое сердечко Оно еще стучит Кисочка Да плюнь ты на все это Пока моя мелодия звучит Она думает Мечтает о любви Размышляет Но всегда Почему-то Все Куда-то Улетает Словно Это Самолет Словно Ветер Злой Несет Словно Это Чикаприз Все Есть Сказка Под Названием Лавы Словно Ветер Словно Ветер Словно Чисочка Александр Ветер Лавы Тит Словно Это Чикаприз Все Сказка Под названием «Лады» Продолжайте делать то, что вы делаете И продолжайте свои индивидуальные проекты Вот есть у Сережи на родине проект Расскажи немножко о твоих словах С 2002 года в моем родном городе, городе Биржинске Нижегородской области Появился салон русского романса Где я приезжаю сам, либо с республикой Со своими коллегами из Москвы С Ириной Крутовой, нашей любимой певицей Романсовой певицей Приезжаю раза три в год И нас ждет публика, нас ждет дорогая любимая публика И мы с радостью до нее поем Романсы, советские песни, мюзикл Спасибо, спасибо Так, и у Миши есть еще театральная карьера Немножко об этом расскажи, Миша Наверное, многие его знают и помнят Любимый театр Моссовета Ну да, я вот уже с 2002 года Исполняю в театре имени Моссовета В рок-опере «Иисус Христос, суперзвезда» Иисуса Христа На минуточку Ну, я безумно люблю театр И он очень дорог для меня И он оказал на мое развитие огромнейшее совершенно влияние Огромную роль Вот, и, ну еще тоже я вот сольно как-то проявляюсь Вот у меня был сольный концерт в ноябре В дворце культуры Рублева Как-то мне посчастливилось собрать Ребят, во всех своих проявлениях мы желаем вам удачи Поддержки друг друга, что важно Записывайте новые песни, снимайте новые клипы И украшайте ими эфир «Страна-ФМ» Группа «Республика» Спасибо Спасибо Увидимся, услышимся Пока Лучшее в стране На телерадиоканале «Страна-ФМ»